Начинаем следующую нашу часть беседы, в которой Мильвар Милканян расскажет очень интересную историю. Я уже забыл, как прошло. Ушандит, значит, решил уже, нафантазировал, а я вот думаю, что я буду ему рассказывать про Данте. Он сам некрамотно, он не читает ничего. А, ты рассказываешь историю, почему Валя там не обосновалась, и для этого есть очень важная причина и очень интересная. Сейчас мы про это узнаем. Это действительно очень интересно. Значит, Ушанги мне рассказывают про то, я ему буду рассказывать про Данта, а он, значит, будет придумывать, какого делать памятник. Вот уже появляется какой-то стимул к совместному житию. Ну, прекрасно, ладно, хорошо. Значит, вот я у него поселяюсь. В какой-то момент он для меня делает пенал, который находится за мрамором, который он там у себя в этой квартире. Знаешь, пыль эта мраморная и так далее. Вот, и слава Богу, что я в конце концов оттуда слинял, я бы там задохнулся бы. Но кроме меня, кто может подеть в этот пенал и спать? После меня он хотел туда своего этого племянника сунуть. Фиг получил. Еще дурак, что ли, там пать в этом пенале. И племянник ему отомстил потом за это предложение. Да, он потом там, не только не из-за этого, но потом там все, у которого вырос. Ну, за что-то такое аналогичное. Все, да. Ну, так вот, значит, мы слушаем... А что сделал племянник, кстати? Что он сделал, кстати? Что сделал племянник с ним? Потом просто поставил его на место, послал подальше и пошел жить сам. Уже вырос и все, пошел жить сам. Еще чего, иди гуляй. А он имел в виду, что он под мастерем будет, будет ему помогать. Да, 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 да. А деда Валя его привезла к нему. Вот. Ну, теперь я живу у Шаньки хорошо, смирно, все такое. Квартира сама понимает, где стоит мрамор, котлы, и так далее. Все нормально. Но происходит странная вещь. У Шаньки днем куда-то уходит. Во-первых, у Шаньки сделал что? Его все жалеют, все ему приносят обед, все такое почвы. Как-то это не сходится с тем, что он несколько памятников поставил в голоде. Но у Шаньки, он хитрый человек. Он банками не имеет никакого дела. То есть он деньги прячет у себя. Где там, не знаю, в чулке или где. Какая бы не разница. Вот. Он все надписи узнает по образу, а не по чтению. Он не умеет читать. Художник. Ну, так вот. Этот у Шаньки уходит, когда я из дому. Я сижу дома, там чего-то делаю, там читаю, чего-чего. А вдруг этот самый племянник мне говорит, слушай, говорит, пошли гулять. Я говорю, да мне сейчас неохота гулять, у меня дела. Я это залить своим делом. А он, нет, пошли мне мороженое хочу. Ну, говорю, иди свое мороженое ешь, взрослый парень, в конце концов. Что, да? Вот. Нет, оказывается, ему надо меня взять с собой. Я ничего не понимаю. Зачем надо меня брать с собой? Вот. И однажды все это раскрывается, не скоро. Открывается очень просто. Там у него пол, две полочки с книгами по ушамки. Там простые книги. И Пушкин, Лермонтов. И однажды мне надо какую-то строчку Пушкина вспомнить. И вот мой друг, она есть в этом сборнике пушкинском. Я стою, протягиваю руку к этим полкам. И вдруг плепянник на меня набрасывается и меня сажает на место. Нельзя. Я не понимаю, почему мне нельзя взять книгу. А где деньги нужны? Догадался, в чем дело? Мне тоже дошло. Даже Тушаньки придумал книгах прятать. Потому что никто не догадается, там книги никому не нужны в этой Америке. В домах ни одной книги нет. Ну, бывает, Библию отдаю. Все, Евангелие, все. Книг нет. Зачем им книги? У меня там, я ходил в библиотеку, я там брал великолепные пластинки. И, в общем, все, он мог пользоваться библиотекой. Понимаешь, у них библиотека какая? Записываться не надо. Просто приходишь, у тебя карточка. Вот у меня грин-карт была, не грин-карт, а вот на работе здесь. Достаточно, я просто представляю, и дверь открывается, иду. А как там библиотека, знаешь, там какая-то, а? Заказывать ничего не надо. Иди к полкам и выбирай, сколько хочешь. И можешь тут же на ворочный пол лечь под полками и заниматься. Обложился книгами, сиди занимаюсь. Убирать книги нельзя, потому что мы можем напутать, что где. Это они сами ходят, собирают тележные, сами сотрудники выбирают. То есть такой комфорт библиотеки, чего только я там не начитался, и все такое прочее. Великолепно. Однажды библиотеки я занимался, да, мне это каждый день библиотека. Занимался, занимался, и вдруг смотрю странное дело. Компьютеры все работают, вроде челни. Оказывается, двери все закрыты. Кончился рабочий день, я один оказался внутри библиотеки. Не могу выйти. Я думаю, что ладно, посплю где-нибудь тут. Но как это бывает, не знаю. В общем, в какой-то момент дежурный полицейский пришел, я сразу побежал к нему. Оказывается, они меня случайно закрыли. Одно из них там все включено, все-все-все. Они случайно меня закрыли, слава богу, меня выпустили. Такое интересное дело. В этом смысле там большой комфорт. Какое-то время я там в университете работал. Ну, был у меня закуток, и я сидел, сканировал какие-то страницы, все такое прочее. В другое время я работал, мыл посуду в ресторане. Гостиницы, и там два брата итальянца держали. Это была гостиница-казино. Там люди не жили практически. Приезжали какие-то миллионеры. Садились в этот самый корабль, который возил их по Миссури, Миссисипи. И они там просаживали свои миллионы. Вот, картёжный такой. А я там мыл посуду. Посуду я мыл вместе с чёрными. Почему вместе с чёрными? Потому что дорогу, когда проходишь, стоят эти самые. Уже два года там забастовка. Белые люди стоят с плакатами, но опускают глаза. Почему опускают? Нельзя там смотреть в глаза. Побелушка ходит по вагонам метро. Он в глаза не смотрит, а только смотрит в землю. Как посмотрят в глаза, это нарушение чужой территории. Нельзя. А так, пожалуйста, иди чё-то собер возьмёшь. Демократия. И вот тут вот. Я, значит, иду, я тоже опускаю глаза. Они тоже отпускают. То есть, гряды наши не встречаются. Но, знаешь, каждое утро проходить, мы же читали, что и приехали. А я каждое утро прохожу сквозь это самое. И там чёрные работают. Эти итальянцы, сволочи, знают об этом. Чёрные работают, они им платят в гроши, ради бога. За постовка два года уже, ради бога. Им всё равно, этим итальянцам. Я с ними договорился, что 6 долларов. Хорошая зарплата для меня была в тот момент. И ничего, работал. 6 долларов за что? В час. За час. В час. И вдруг что получается? Чёрный, который со мной работает... А сколько часов ты работал? Работал полный рабочий день. В 6-7 часов. В 6-7, 420 долларов. В 7 часов я приезжал на велосипеде. 420, 42 не хочешь? Я в 6 утра приезжал на велосипеде. 42 доллара? В день. Слушай, я приезжал каждый день на велосипеде. А там рельефт, там спуск. Крутейший спуск. Летишь на полной скорости. В 6 утра приезжаю. Раза два-три, знаешь, из боковых улиц. Ещё ночь. Вылетают эти самые грузовики на полной скорости. Хорошо, чтобы... Вот. А там тормозить невозможно. Такой спуск. Я лечу. Оглядываю в сторону. Смотрю, что не крестьянка вышла гулять. Увидел, у меня подняла платье. Там она голая. Но я успеваю, это мгновение, да? Такое мгновение, да? Зачем она подняла платье? А ей интересно. Она гуляет, она... Ну, ей интересно жить, понимаешь? Она хотела, чтобы ты удивился и упал? Свой суперок-то? Я успел только удивиться, а уже рассмотреть ничего. Ну, я промелькнул мимо неё. Обратно тяжело было подниматься, но это уже после работы. Вот, после работы. А, брат, ты ехал пешком? Ну, обратно я его пешком поднимал. Мне тяжело было обратно его везти. Да. Ну, так вот. Я работаю, мою посуду. Можешь представить, что такое посуда? Там же конвейер. Она идёт, 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 идёт. А потом ещё отвлекают, например, повар. Повар же, он неприкасаемое лицо. Он идёт с кипятком масло кипящее. И вдруг там что-то столкнулось, это всё опрокидывается на пол. Смотришь, кипящее масло заливает пол. Сразу у меня в демозет, он тряпками это чистит. Жуть! Что делать? Чапой. Но самое главное не это. Люди, с которыми вместе я работаю, эти чёртные, через каждые полчаса устраивают перекушек. Потому что они чёртные, извини, пожалуйста. С ними не так просто. Я понимаю, что меня тут же выбросят с работы. И приходится мне за них работать одному, понимаешь? Я работаю как плохо. То есть ты не можешь вместе с ним перегуривать? Ты не можешь мне присоединиться, курить? Конечно, не могу, потому что с ними ничего не будет. А меня выгонят тут же, в один момент. Правда? Чёрные же, в профсоюзе, всё, ты что? Чёрные? Они, да, они на этом крючке, американцы. Да, да, да. Значит, я, бедный, несчастный, вкалываю, как чёрти что. Как чёрные. Да, как чёрные вкалываю. Хуже чёрные. А они, более того, они думают, что я идиот и, возможно, опасный человек. Потому что что я делаю? Могу же ничего не делать. Они же ничего не делают. И они долгое время меня подозревали. Потом они поняли, что я просто дура. Потом поняли. Так и уже стали ко мне хорошо относиться. А у меня была выгода какая-то. Значит, смотрю, у него на полке плейбой. О, хорошо, я его забираю себе, дома читаю. Где-то он подобрал артист, я подобрал и так далее. Вот. Так вот, и такая работа была. Вот. Ну, самая лучшая работа, я сказал, когда я бебиситтер. Был прекрасной работой. Кстати, как бебиситтеров, у меня ещё один момент был, когда меня прогнали с бебиситтеров. Было вот что. Уже под конец, она же мне дала две недели поработать, а потом уйти в конце, так полагается. Вот. И в эти две недели оказалось, что подружка моей Ники, чёрная, чёрная, одноклассница, видишь ли, у неё такая неделя, и некому за ней смотреть, вот можно, чтобы я её тоже посмотрел вместе с Никой. Влади Бог! И вот они вместе, и вот оказывается, эта чёрная совсем другая, она разлетая девочка. А на Ники моей бедной, невинной девочке нашёптывает, что можно такое потрогать у этого дяди, и всё, только надо, так сказать, начать его обрабатывать. Смотрю, делала плохо. Что делать? А возраст какой? Постарше девочке? Нет, это то же самое, вот Ники 7-8, ей тоже 7-8, так. Понимаешь, я это вижу, понимаю, но что-то надо делать, я же не могу их просто выгнать, ударить и всё, не имею права, ничего. Ну что я делаю? Я делаю всё, я начинаю с ними как будто танцевать, танцуюсь и ухожу всё время от всяких таких опасных моментов. Нет, девочки меня оседлали, чёрная по мне ползает, ну, ладью Богу, ну, ползает, ну, лишь бы, вот. Пусть она думает, что у неё что-то получается, на самом деле я как-то берегусь как-то. Ника тоже осмелела, никогда такого не было, ну, она по-другому воспитана, но тут она осмелела. Интересно, видимо, так рассказала ещё такое, может, и может, и тоже смелая. Да, думаю, ничего себе, но самое плохое не это, ну, Бог с ними, это можно пережить. Но тут вдруг приехала в гости к моей, ну, не, хозяйке приехала в гости мама, которая та самая вся низкая, вильямская, где-то живёт в Америке, приехала погостить, и ты представляешь, в такой момент, когда они по мне ползают, она заходит. Ну, что мне делать? Я, конечно, видимо, становлюсь пунцовым, но всё равно виду не подаю, вроде как, само собой разумеется, но всё-таки странное зрелище. Ну, странное зрелище. Что, а тут беби-сидер, а тут по мне ползают девочки. Да, действительно, такое испытание, с ума сойти. Ну, это ладно, что там из-за этого шуба, я не знаю, но уже последнюю каплю это я виноват. Я тебе перебью, хочу рассказать историю, которая у меня была с девочкой семилетней. у меня была девочка семилетней. Ну, мне тоже тогда было семилетней. Ну, понятно, понятно. Мы с ней делали уроки, я всегда плохо учился, поэтому меня прикрепляю к кому-нибудь, кто делал хорошо всё. И вот мы делали, по-моему, арифметику, а может быть и русский. Наверное, русский. И я написал, я ей вот писал записку тайную, а мама и сидела на диване. А мы под абажуром вот так занимались, за столом. Я ей писал записку, что давай с тобой на сценовале будем е назиновали. Мне тогда казалось, что это слово вполне нежное, ласковое и очень восторженное. И ничего неприличного я там не видел. И когда я эту записку написал, я, видимо, мечтал при этом и сложил, и хотел уже, моя рука двинулась, передать моей самой девушке, которая сидела напротив меня. Сверху опустилась ладонь её мамы и записку перехватили мою. Ничего себе. Больше меня к этой ценной девочке не не пускали делать уроки. И, наверное, говорили, представляете, сын врачей, интеллигенция, он написал, девочки, давай с тобой убаться начинали. Вот мама моей хозяйки, значит, вот она какая была, она при мне, дочке, говорила, жаловалась, что эта девочка какая-то, она знает, что она чёрная, что такое, это чёрте что. Она знает, что она чёрная, понимаешь, то есть она не, и это уже подозрительное дело, как так, знать, что она чёрная, ну, в этой Америке и так далее, так далее. Вот. И вот я в субботу однажды спускаюсь на кухню, вижу, это мама там чего-то делает, я говорю, послушайте, сегодня суббота, давайте идите отдыхать, я поработаю, я же гои говорю ей. Так, мне уже всё равно, всё равно, через две недели не уходить. Вот. И огонь. А потом, суббота, она не реагировала, то есть она осолбенела немного. А говорю, а что такое огонь? Она говорит, ничего, просто это значит иноплемённый человек, то есть вот. Говорят, знаю, что это не так. Гой это, значит, а что такое огонь? Значит, неверно. А огонь это, в общем, это у них наравне со скотом. Есть евреи, а есть гои. Можно, конечно, говорить, что это просто имеется в виду, по СМИ евреи. Вот так она и мне сказала. Но палестинец это гои? Да. Палестинец – гои. Араб – гои. Да мы – гои. Негр – гои. Мы – русский – гои. А англичанин? Гой, конечно. Все гои. Не евреи, все гои. Так это же нацизм какой-то получается. А Гитлер набрался оттуда. Гитлер оттуда набрался с народа. Конечно. Он себя считал правым, потому что это все школа еврейская, прости меня, господи. Но он же сам не был евреем, Гитлер. Был бы, и, впрочем, об этом много пишут и говорят, но это уже другой вопрос. Ну, теперь я не знаю, был, не был, какая разница. господи. Вот. Да. Так вот, после этого, конечно, она тут же дочке сказала, что что-то дело не хитро, что-то надо быстро от него отделываться. Вот такие вещи знает, говорит человек, что-то гои, понимаешь? Вот. Вот так. Вот это была такая капля последняя, когда я уходил оттуда. Значит, вот гои. Вот. Ну, ничего, в общем, как-то, как-то сплавил этих девочек, как-то все разрешилось. Ну, и ушел, должен был уйти, и ушел, конечно. Нормально. Все нормально. Вот. Где мы сейчас? А, в этом я уже, а, я Ушаньки, да, не закончил, Ушаньки самое главное. Я просто вернулся в Питтбург с этой истории. А Ушаньки так. Значит, вот теперь такое дело. Значит, оказывается, книги трогать нельзя, значит, он прячет туда. Вот. Видимо, племянник ему все рассказал, и я смотрю, наши отношения с Ушаньки стали ухудшаться. Бедный Ушаньки, видимо, не понимает, что мне сделать, что со мной делать. Если я обнаруживаю, что у него деньги прячутся... Ну, как вы уходите из дома и оставляете этого человека? Представляешь, я расскажу об этом. Что-то в любую секунду может прийти или другим рассказать, да. И все уже будут знать, что, извини, пожалуйста, никакой нищий, ничего. Его обед приносят каждый день, все. Он нищий, у него ничего нет. Только тепло, будь нищим. Но Ушаньки, значит, вот и, значит, уже пошло до того, значит, Ушаньки однажды трог со мной повздорил, такого не было. Так он был нищим? А? Он считался нищим. Он выдоровал себя за нищего. Он выдавался за нищего? Да. Обеды ему и столовой приносили, остатки все приносили. А гонорары он прятал сюда? А? А гонорары прятал в книжке? Конечно. Прятал книги, никто, и банками не пользовался, ничего, шо ты. Вот. И налоги не платил? Ему нельзя, никому нельзя было знать, потому что он один, он разбогатеет, всех соберет вокруг себя, у него будет поместь, вот так. Вот так. Значит, он ко мне вдруг пристал однажды. А дело было такое, значит. Оказалось, там кондола, через которую я надумал устраиваться на армянское телевидение. Уже договорился, все такое проще, но там есть армянское телевидение в Лос-Анджелесе. Вот. Я к ним прихожу, они мне говорят, что еще немного потерпите, еще немного потерпите. А тут уж они меня обгоняют. Я думаю так, конечно, я мог бы спать на траве, там тепло, хорошо, но извини, пожалуйста, всякие надобности, туалет, душ и так далее. Я понял, что я не совершенный человек, я с этим не справлюсь. Единственное, что мне оставалось, идти в эту контору и сказать им, что вот так-то, 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 то, что я им сказал. Я сказал, нет ли у вас комнаты, пока пожить. Тут они спохватились, видимо, не считали, что на машину подъезжают, когда приходил к ним, спрашивал, как делать. А тут вы, если человек с улицы, его даже на машине не подъехать, какого чок-то мы с ним вообще будем делать? Все, на этом моя карьера на телевидении кончилась. Так я их перестал интересовать. Такой человек их не интересует. Не в том качестве, понимаешь? А по телефону уже обо всем договаривался и так далее, и так далее. Ну, сейчас я говорю, слава богу, но работал бы на... То есть они тебе, нельзя же на работу, потому что у тебя нет машины. Не, не то, что они витали на работу, нет машины. А пока я к ним приходил, им голову не приходило, что я прихожу просто с улицы на своих двоих. То есть они считали, что я как нормальный, наказал, а кто еще на телевидении идет работать? То есть если Христос пойдет пешком? Конечно. А не выслушать не выйдет. О чем ты говоришь? Я правильно говорю, что Христос думал приехать что-то на четырех колесах. Понял? Вот, ты был прав, правильный, ты был прав. Вот. И следовательно, значит, а Ушанга меня уже гонит. Почему? Потому что он устроил мне скандал какой-то. Хватил он мне самой. Он мощный мужик, скульптора, мранор, все время теший. Так вот, он схватил меня, все, все, порвал все пуговицы. Я ему говорю, слушай, Ушанге говорю, ты меня можешь запросто убить одним ударом. Кто в этом сомневается? Чего ты распорился? Хватил, ведь дело же не в этом. Никаких нету причин. Хватил, дело в том, что ты слабак. Ушанг так посмотрел на меня. Так, ты прав. Ты прав, все, конфликт был разрешен. Но мне уже надо было уходить на улицу. Все мои вещи были выброшены. И вот ко мне приехала женщина мне помогает, пятидесятница. Ну, им сам Бог велел, помогает всем, понимаешь? Ну, мы с ней... А откуда она узнала? А? Откуда она узнала? Ну, мы дали это познакомиться, просто не рассказала. Ты надо ехать помогать. Ты позвонил ей? Ну, я ей позвонил, что на улице, просто позвонил посоветоваться, что мне можно сделать. Она приехала, меня забрала к себе домой. Она считала, мы с ней, когда успели познакомиться, она уже знала мою потенцию, все. А она русская, да? Да, русская. Она считала, та, которая въехала, не тот самый. Она считала, что элементарно меня будет устроить на работу. Ну, с тем, что с багажом, который у меня есть. И тут-то было. Ну, когда увидела, что это не получается, она очень растерялась. Очень растерялась, бедная женщина. Да. Ну, в общем, я, значит, понял, что мне надо... А почему у этой женщины ничего не получилось жить? Все по той же причине, что у тебя нет машины? она просто ничего не могла придумать, а тут я же не могла сидеть у нее на шее, я мог бы у нее жить всю жизнь, но в конце концов у меня тоже совесть какая-то. Ну, в общем, я решил обратно к Вале. Ну, с Валей как-то переговаривались, переписывались. В общем, я обратно свалил туда. Обратно туда, в Америку Центральную. Вот. Ну, до этого я в Чикаро побывал, во Фран-Франциско, но я там гулял в свое удовольствие. У меня был Грейхаунда автобус. Это мой тамочный автобус был. Я на нем катался, и если рассказывать все эти истории, это уже слишком будет. Вот. Ты так говоришь, как будто ты бесплатно катался. Нет, платно катался, но у меня какие-то денежки уже были какие-то. Я же работал там, там, деньги какие-то получали. А мне ничего было не надо, я не ел, ничего, катался, и все, тратил деньги на пилеты. А Грейхаунд, это у них самое дешевое. На Грейхаунд, знаешь, в итоге, ну, вот понимаешь, у нас так вот не умеют. У них так, ты на Грейхаун, когда берешь, куда-то ехать, так, дальше по пути, ты в любой момент можешь войти и остаться, и в любой момент можешь снова сесть, деньги бы ты отсюда сюда доехал. Это как при советской власти было так. При советской власти так было на железной дороге. Да, может быть, не знаю, во всяком случае. Я помню, что я при советской власти вдруг мне пришло в голову сойти в Самарканде. Думаю, нельзя мимо проехать, на город не посмотреть. Я сошел, провел там целый день, а потом опять сел в поезд и поехал с этой билетой. как это тебе удавалось, При советской власти так можно было так делать. А вот Грейхаунд автобус, вот так удобно. Нет, это не только при советской власти, это и сейчас, по-моему, возможно. Благодаря Грейхаунду я побывал в Америке где только не побывал. На мощной дороге. Да? Да, по-моему, да. Благодаря Грейхаунду я где только не побывал. Потому что купишь билет один и все, и после этого катаешься, живи, и дальше, ну какой-то срок есть какой-то, но вполне приемлемый. То есть один билет покупаешь на несколько дней, много дней? Да, я еду оттуда сюда. А если я вышел, снова сел, я дальше продолжал ехать оттуда сюда. ты можешь всю жизнь ехать и на одно место другое. Не всю. Там есть какие-то сроки. А год-два, понятно. Ну не год-два. Очень удобно. Очень. Меньше. Ну полгода, да. Крайнеудобно. Вот и этот по дороге... Ну, у нас железные дороги тоже есть. И сейчас тоже существует. Так называемая плацкарта или что-то там такое. Там есть какие-то сроки. Так видишь, все Америку. Ну, зайдем. Мы просто не... Когда поедем в Елец, я заговорю об этом с проводницей. Ну, да, да, да. И она скажет. Да, так видишь, все Америку. Так я и объездил всю Америку. Ну, какую я понимаю. Все, конечно, не все. Это смешно. Очень много чего я там не видел. Но вот, например, приехал в этот самый Мемфис. А Мемфис это родина... Давай. Эльбиса Пресли. Вот. Приехал туда. Сейчас стоит автобус. Я бегу посмотреть на Миссисипи. А почему я бегу на Миссисипи? Знаешь, почему так? Потому что у нас рядом институт Мисси. А кто-то мне вон приезжал, приписал Сипи тогда. И, значит, я уже знал, что в Миссисипи вот остановка вот. И поэтому мне надо было добежать до этого в Миссисипи. Вот так интересно было. Туман, пароходики, как в кино показывают. Это широчее на Миссисипи. Ну, что мне делать на этой Миссисипи? С автобуса. Значит, ой, если стишок этот вспомню, у меня там такой стишок был. Он, Мемфиси, сбежал на Миссисипи, и это им написано самим. Потому что я там только подписывал и назад побежал. Ну, там, на Миссисипи. Вот такой стишок. Он, вот, Мемфиси сбежал на Миссисипи. Ты написал эти стихи? Фишетю. Эти стихи, говорю, ты написал? Да. Да, Мемфиси сбежал на Миссисипи, и это им написано самим. Самим, мимом кончается, самим. Сам? Мемфиси, мемфиси. Да, и это им написано самим. Ну, к ним, мильваром? Да, мимом. Самим написано, это написано. Я там подписывал и пошел назад. Ну, Ну, ладно, у меня там хорошая, там, подборка стихов есть по Америке. Очень хорошие стихи. Мне нравятся, мне нравятся. Ну, так вот. Ну, так, ты их опубликовал? Нет, не думал я об этом. Ну, давай опубликуем в интернете. Можно, да, для интернета о нем. Прекрасно. Ну, вот. Так вот. Нет, были, ой, я не знаю, можно ли такую историю рассказать? Такую историю рассказать можно? Такую, которую не очень рассказывают. Да, но это будет следующая часть. Хорошо. Ну, что, полчаса прошло. О чем будет следующая часть? Это мне придется рассказать о Рапановиче, Игоре Рапановиче. Сейчас он преподает. Рапанович? Видите? У него, даже бывает не только Рапанович, но еще Рапанович. Рапанович? Я его... Ну, об этом мы узнаем в следующей части. Да, да, да. Да, это я сейчас рассказал.